Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня одна из моих учениц прислала видео со своей тренировки. Она тренируется у меня уже год. Всем привет! Меня зовут Арина, я ученица Егора. С Егором я занимаюсь почти год. Несколько месяцев назад я вступила в закрытую группу теломастерская. Сейчас у меня есть постоянная мотивация, потому что тренируюсь по принципу периодизации. Я имею опыт постоянных однотипных тренировок и знаю, что такое перетренированность. В этом видео я покажу одну из моих тренировок. Очень хорошая девочка в плане того, что мне нравятся такие ученики, ученицы, которые не просто берут тренировку, питание план и, грубо говоря, не задумываясь, что за чего и почему, строго его выполняют. Это тоже неплохо. Но мне больше нравится, когда человек сам заинтересован, почему и как, что происходит, почему нужно это есть, почему нужно выполнять эти или иные упражнения. И тем самым развивается. Когда человек развивается, тем самым развивается и учитель. И запомните, не бывает плохих учеников, бывают только плохие учителя. Надеюсь, что я отношусь не к последнему, хотя всякое может быть. Друзья, развивайтесь, тренируйтесь и будет вам счастье. Вы не раз уже видели тренировок с моими учениками. Тот, кто приезжал ко мне, а я приглашаю всех, не только своих учеников. И вы видите, что со всеми я провожу бесплатную тренировку в нашем зале Iron Religion. Если вы не в курсе, то планируйте свой отдых. Приезжайте к нам во Флориду. Отдохнете на океане, на Мексиканском заливе. И потренируйтесь в одном из лучших залов мира в Iron Religion. Я вас потренирую совершенно бесплатно. Арина выполняет гиперэкстензию. Как вы понимаете, станка у нее такого нет, специального для гиперэкстензии. Но тот, кто хочет, всегда найдет, как и чем можно ухитриться, заменить, выполнять данное упражнение с помощью станка для экстензии. Это обычная наклонная экстензия. И Арина использует ее вот таким оригинальным способом, что я всем рекомендую делать для гиперэкстензии. По крайней мере, на начальном этапе вам это будет достаточно. Кстати, наклонная экстензия для спины менее эффективна, нежели горизонтальная. В горизонтальной сложнее выполнять упражнения и, соответственно, эффективнее. Всегда находите способы, как вам тренироваться. Не хочется повторяться или быть каким-то неоригинальным. Но скажу, что тот, кто хочет, находит способы. Кто не хочет, ищет причины. Кто вы, решать вам. Данное упражнение, насколько только можно представить, эффективно именно для поясничного отдела позвоночника. Также очень хорошо накачивает кровь в ягодичные мышцы. Приседания. Отличнейшее упражнение для ваших ягодиц. Не бойтесь того, что вам говорят псевдо-тренера, псевдо-инструктора в тренажерных залах. Приседания никогда не убьет вашу спину. Если вы, естественно, сохраняете, соблюдаете технику. Никогда не гонитесь за весами. Никогда не выполняйте приседания и становые тяги в отказ. Всегда оставляйте одно, два, а то и три повторения. И тогда у вас все будет хорошо и замечательно. И со спиной, и с вашими ягодицами. Что касается девчонок, вы знаете, вам нужно становиться в широкую стойку. Почему? Да все очень просто. По той простой причине, что в узкой постановке ног вы не сможете глубоко сесть. Не сможете глубоко сесть, не будут работать бицепсы бедра, не будут работать ягодичные мышцы. А только глубокий присед может хорошенько накачать вашу попку. Не просто накачать ее, поднять ее. Чем самым решит проблему многих девчонок, у кого есть галифе. Повторяю, галифе не убирается каким-то специальным упражнением. Если не называть это упражнение приседания. Нет никаких махов или каких-то упражнений, изолированных, воздействующих на область галифе. Кроме как глубокие приседания. Приседания идеальное упражнение для девушек. В плане построения красивой попы. Хорошо развитых, проработанных ягодичных мышц. И бицепса бедра. Широкая стойка. Носочки в стороны. И будет вам счастье. Не ходите далеко взад-вперед от стоек. Потому что когда у вас будет более-менее серьезный вес. Да и с обычным легким весом. Даже если просто гриф у вас на плечах. Это не очень хорошо. Сняли гриф со стоек. Сделали один полушаг назад. Приставили вторую ногу. И начинаем упражнение. Не спешим. Старайтесь немножечко медленнее опускаться. А вот подниматься можно побыстрее. Никогда не смотрите вниз. Всегда смотрите перед собой. Это связано с тем, что иннервируется одним нервом и шейный отдел и поясничный. И когда вы наклоняете шею, это может негативно сказываться на поясничном отделе. Смотрите, насколько хорошо приседает Арина. Хотя по мне можно, конечно, приседать немножечко глубже. Но это нарабатывается техникой, опытом. И я бы посоветовал Арине немножко медленнее все-таки опускаться в присед. А вот уже вставать из приседа можно побыстрее. Не забывайте, что приседания мы делаем в пятку. То, что будут у вас коленки выходить немножко за носки, не так страшно, как если будут отрываться пятки. И, естественно, сохраняем, извините за астрологию, все естественные изгибы, прогибы позвоночника. Не нужно чрезмерно выгибаться, округляться. Стараемся по максимуму сохранять все естественные изгибы. Как в приседах, так и в тягах. Сейчас вы видите, Арина выполняет румынскую тягу. Все отлично, но нужно делать, Арина, все-таки немножечко помедленней. Не спеши. Делать все нужно не за счет инерции, не за счет силы тяжести, гравитации, а за счет мышц. Когда вот вы поднимаете что-то, отжимаете от себя, вы напрягаете мышцы. Точно так же должна проходить и негативная фаза. Я постоянно об этом говорю. Выполняйте негативную фазу в любом упражнении именно за счет ваших мышц. Ни в коем случае не за счет силы тяжести. А многие любят вообще бросать вес и работать только в позитивной фазе движения. Это неправильно. Это не даст вам никакого хорошего положительного эффекта. И вы обкрадываете себя как минимум на 50%. И не забывайте, что именно качественная негативная фаза движения больше участвует, больше влияет на гипертрофию ваших мышечных волокон, нежели позитивная. Позитивная фаза очень хорошо развивает силу. А вот негативы очень хорошо развивают именно мышечные волокна. Выпады. Настолько хорошее упражнение, насколько тяжелое. С точки зрения выполнения, с точки зрения техники. Вот Арина выполняет как большинство, идя по одной линии. Так сложно держать равновесие. Нужно делать шаг вперед и немножечко в сторону. Вперед и немножечко в сторону. И все-таки я бы ограничил каждый этап движения, не делал бы все его слитно. Я обращаю на это внимание всех своих учениц. Нужно сначала сделать шаг, сесть в присед, встать, приставить ногу. Не делать именно шаг сразу с одновременным опусканием в присед. Это не так эффективно. И выпады в ходьбе всегда эффективнее, чем выпады на месте. В ближайшее видео сниму один очень хороший вариант выпадов в ходьбе. О котором почему-то никто не говорит. Где еще больше воздействия на наши ноги. Это упражнение отведения ног в стороны. Оно хорошо воздействует на ягодичные мышцы. Кстати, при ведении я не рекомендую делать. Просто не тратьте свое время. Потому что очень хорошо все мышцы, которые участвуют в приведении, работают именно в приседаниях в широкой стойке. И лучше использовать это время как раз-таки для приседаний. Опять-таки, не спешите. Выполняйте движения медленнее. Чувствуйте, как работают ваши мышцы. Держите легкую паузу в пиковом сокращении движения. И тогда вы будете чувствовать все ваши мышцы. Вы будете улучшать качественно отдачу от самих упражнений. Ваша тренировка будет происходить более эффективно. И, естественно, больше будет включаться мышечных волокон. Так устроена центральная нервная система. Потому что стресс будет сильнее. И будет происходить работа еще и в статике. Что тоже очень качественно будет сказываться на ваших мышцах. Не забывайте о разминке. Не забывайте о заминке. Заминка очень важна. Так же, как и разминка. Кто не знает, почитайте об этом мои статьи. Посмотрите видеоролики. Я рекомендую делать экстензии спины. Это когда ноги закреплены, а двигается корпус в начале тренировки. И в конце каждой тренировки делать гиперэкстензии. Друзья, сохраняйте всегда здравомыслие. Что бы вы ни делали, изучайте это. И понимайте, чем отличается одно действие от другого. И вот всегда рекомендую. Арина Молодец делает выброс инсулина в конце любой тренировки. И вы тоже можете присылать свои видео для того, чтобы делать канал лучше. Чтобы мы лучше вместе развивались. Нужно выходить на какой-то новый уровень блогерства, если так можно. А я такой же человек, как и вы. Несмотря на то, что просто снимаю свои ролики и выкладываю их в интернет. Со своей накопленной базой опыта и теоретических знаний. Этим только я от вас и отличаюсь. Но любой человек, который развивается, самообразовывается в том или ином направлении, тоже может дать людям что-то полезное. Не стоит огорчаться, что какие-то знания подменяются новыми знаниями. Это нормально. У меня тоже были, можно сказать, ошибки. Но на тот момент все были уверены, что нужно есть на ночь. Что мышцы вдруг, когда мы спим, не дай бог, 8 часов не будут дополучать питательных веществ. Но, как мы все знаем, это большая ошибка. То же самое касается и после тренировочного питания. Обязательно после тренировки нужно съесть что-то быстро углеводное. Даже простой сахар. Это именно направляет наши питательные вещества. Инсулит направляет питательные вещества преимущественно к мышцам. И делает их толерантными к жировым клеткам. Что очень и очень важно. Также, друзья, вы, как и я, должны постоянно обновлять свои знания. И только так можно ступенька за ступенькой, совмещая практику и теорию, двигаться дальше. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Не стесняйтесь. Не важно, являетесь ли вы моим учеником. Тренирую я вас вживую, дистанционно. Или вы просто косвенно являетесь своим учеником, выполняя мои рекомендации, строя свой тренировочный процесс по моим тренировочным рекомендациям. Присылайте свои видео. Пишите ролик. Снимайте закадровый голос. Либо присылайте мне сырое видео. Раз, два, три. Либо присылайте сырой вариант видео с тренировки и записанный ваш голос я сам смонтирую. Главное, чтобы такие ролики были, выходили и вы видите, что уже не один ролик такой есть. Надеюсь, всем вам было интересно и полезно. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале сухой мышечной массой всем вам, друзья. И, конечно же, силы без травм. Вступаю в мою занятию группу, в профессиональный тренировок. На каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на цифрование, периодизацию, на все типы мышечных волос. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok